Книга Равин Нейр Каханы Никогда больше С Божьей помощью 34 года после выхода в свет никогда больше 15 лет после трагического убийства Равина Нейра Каханы Его идеи продолжают жить и вдохновлять Это издание посвящается нашему учителю и духовному наставнику Истинному пророку своего поколения Равину Нейру Давиду Каханы Да отомстит Господь за его кровь Да будет память об этом праведнике Благословением его последователям Семья Ильяевых Впервые эта книга вышла на английском языке В издательстве «Пирамид Букс, Нью-Йорк», 1971 год Перевел с английского А. Эскин Редактор русского перевода П. Гиль Книга дается с небольшими сокращениями Это издание посвящено Авраамом Шехтманом Памяти праведника Рава Елеля Либермана Издатель и распространитель Гамиир Ледавид Совместно с Институтом издания книг Рава Каханы Об авторе этой книги Равин Мейер Каханы Родился в 1932 году в Нью-Йорке Его мать попала в Америку в 1919 году Ее родители бежали туда из Двинска Ныне Даугавпилс, Латвия Спасаясь от большевистского режима Скончавшийся несколько лет назад Отец Рава Мейра Каханы Был роженцем израильского города Цфат Мейр Каханы вырос в Нью-Йорке 13 лет учился в знаменитой Ешиве Мир В которой получил смеху Звание Равина Кроме того, он окончил факультет Международного права Нью-Йоркского университета И имеет диплом адвоката В 1968 году Рав Мейр Каханы Организовал Лигу защиты евреев Которая поставила себе целью Обеспечение физической безопасности Американских евреев И возрождение у них чувства Собственного достоинства И национальной гордости В 1969 году Рав Мейр Каханы И Лига защиты евреев Были первыми, кто начал открытую Бескомпромиссную борьбу За освобождение советского еврейства В сентябре 1971 года Рав Мейр Каханы вместе с женой И четырьмя детьми с их семьями Репатриировался в Израиль И поселился в Иерусалиме Возглавляет основанное им движение Ках И баллотировался на выборах в Кнесет В 1973, 1977, 1981 годах Но не собрал необходимого количества голосов Едва ли не с первого дня пребывания в Израиле Рав Мейр Каханы Стал объектом грубых нападок, клеветы Преследований со стороны властей И левых кругов Был первым евреем в Израиле Который подвергся так называемому Административному аресту Без суда и следствия Был заключен в тюрьму Где провел несколько месяцев На выборах в Кнесет 11 созыва Состоявшихся 23 июля 1984 года За движение Ках проголосовало 25 907 израильтян И Рав Мейр Каханы Стал депутатом Кнесета Его избрание в Кнесет Вызвало волну истерических реакций Со стороны всех без исключения Левых и многих правых политических партий И общественных организаций в Израиле Оно не прошло незамеченным и за пределами Израиля Коммунистические, арабские, мусульманские государства Почти все страны Третьего мира Большинство политических лидеров Запада Обрушились на рава Мейра Каханы И возглавляемое им движение С резкими нападками Стиль которых зачастую напоминает Площадную ругань Равин Мейр Каханы Борется за то, чтобы государство Израиль Стало действительно еврейским государством Основанным на еврейских законах Избавленным от присутствия вражеского арабского населения И тлетворного влияния социализма Предисловие ко второму изданию Второе издание этой книги Выходит в свет спустя 10 лет После первого и 8 лет После того, как Равмейр Каханы Был убит В предисловии к первому изданию Об авторе этой книги Мы писали Его избрание в Кнесет Вызвало волну истерических реакций Со стороны всех без исключения Левых и многих правых Политических партий И общественных организаций в Израиле Истерические реакции Быстро превратились в оперативную задачу Любой ценой ликвидировать явление Именуемое Равин Каханы И движение Ках Что только не предпринимали Вожди государства Называющего себя еврейским Замалчивание Клевета Самые немыслимые обвинения Явление не только не исчезло Все больше и больше людей убеждалось В правильности идей Равина Каханы Израильские демократы В кавычках Решили принять специальный закон Единственной целью которого Запретить Раву Каханы Баллотироваться на выборах в Кнесет Приняли Запретили Явление не исчезает Что делать? Вечером 6 ноября 90-го года Рав Каханы Закончив лекцию Беседовал с группой евреев В холле одной из нью-йоркских гостиниц Внезапно прозвучали выстрелы И Рав Каханы упал Обливаясь кровью Убийца Араб Исполнитель Кто стоял за его спиной? Американский суд не выяснил этого Или ему намекнули Что не стоит выяснять Три с лишним года спустя После того, как доктор Барух Гольдштейн Ученик Рава Каханы И бывший активист движения Ках Убил в двойной пещере в Хевроне 29 арабов И ранил еще около 125 Власти государства Израиль Объявили движение Ках И отколовшееся от него движение Каханы Хай Вне закона Вожди государства Называющего себя еврейским Не могли дышать одним воздухом С Равом Каханы Им гораздо приятнее Подписывать договоры О дружбе и сотрудничестве С Рафатом И отдавать ему земли нашей страны Им легко дышится Равин Каханы Больше не мешает им В их труде Примечания чтеца Приведенные здесь сведения О происшествии с доктором Барухом Гольдштейном В двойной пещере в Хевроне Оспариваются многочисленными Комментаторами Равин Нейр Каханы Никогда больше Посвящение Никогда мне не приходилось решать Более легкой задачи Чем та Кому посвятить эту книгу Она Выражение моей Глубочайшей благодарности Героям еврейского сопротивления Наших дней Мы Сыны поколения катастрофы Этой безумной трагедии Ставшей апофеозом Многих столетий Кровавых преследований Погромов и унижения Мы стали свидетелями Возрождения национального Достоинства И национальной гордости Нашего народа На наших глазах Происходит пробуждение Еврейского самосознания И что важнее всего Мы увидели иного еврея Поднявшегося из пепла Освенциму Этот еврей Решился смотреть миру в глаза Смотреть в упор На тех Кто веками Сжигал Терзал Топил Вешал И травил нас В газовых камерах Трагический груз Воспоминаний О целом еврейском мире Сожженном в крематориях Переполнил чашу терпения Евреи устали молча Страдать и погибать Они устали читать Траурные молитвы И заупокойный кадиш Они отвергают Навязанную им в Галуте Христианскую мораль И отказываются Подставлять другую щеку Эти евреи Отлично выучили урок Преподанный им их врагами Эти евреи Хотят мира Но они готовы воевать Воевать, чтобы победить Я посвящаю эту книгу Членам Лиги защиты евреев Которые подняли знамя Еврейского достоинства И мощи в Галуте Они подлинное воплощение Нового типа еврейства Они шли вперед Когда другие еще оплакивали жертвы Они сражались Когда другие дрожали от страха Они бесстрашно боролись За освобождение советских евреев Когда другие предпочитали молчать Они притворили в жизнь То, о чем говорится В этой книге Когда-нибудь Когда правда восторжествует А события наших дней Станут достоянием истории Список их имен Составит еще одно звено В славной цепи Еврейского мужества Еврейский народ В большом долгу Перед этими людьми Я также хочу выразить Мою глубокую признательность И любовь Моим дорогим жене и детям Которые пережили больше Чем кто-либо другой За время моего отсутствия дома Поступи я иначе Я не был бы достоин Их любви и уважения И все, что я сделал Я сделал ради них Ахават Исраэль Что означают эти слова? Они означают Любовь к еврею К каждому еврею Включая самого себя Они означают Что еврей Обязан любить свой народ Об этом забыли Американские евреи Хранившие молчание В дни катастрофы Об этом забыли те Кто пытались Избавиться От своей национальной Сущности Чтобы стать Настоящими американцами Это понятие чуждо Тем левым и либералам Которые готовы Бороться за что угодно Но только не за интересы Своего народа Ахават Исраэль Забыто теми Кто осуждает Организаторов Самообороны В кварталах Еврейской бедноты Те, кто называют Израиль Империалистическим Агрессором И заявляют Что судьба Советских евреев Это не их дело Тоже не имеют Представления О том Что такое Ахават Исраэль Введение Никогда больше Мы видели Груды трупов В лагерях В которых Они убивали нас Мы стояли В пустых Теперь помещениях Где еще Совсем недавно Наши братья Стояли Нагими В ожидании Смерти Мы были Там одни И не одни Рядом с нами Витали Души тех Кого больше Нет Чья кровь Лилась Как вода Потому что Еврейская Кровь Ценится Очень дешево Мы видели Их Простертые К нам Руки И смотрели В их Горящие Терзающие Душу Глаза Взгляд Которых Проникал В самую Нашу Суть И мы Слышали Их Голоса Никогда Больше Никогда Это Не должно Повториться Обещайте Нам Мы Должны Выполнить Их Требования Для Этого И Написана Эта Книга Это Не Должно Повториться Требования Требования Требования